Всем привет, с вами Артём, и это третий видеоролик по курьерской доставке. На момент записи этого видео прошлый я ещё не выложил, поэтому не знаю, что вы там написали в комментариях, но надеюсь, под этим роликом соберётся такое же количество, может быть и больше. Также наставите много лайков, давайте, ну сколько, ну 100 лайков осилим, я думаю, мы это сможем сделать, поэтому не стесняйтесь, это бесплатно и очень приятно, когда много эффектов происходит при нажатии лайка. Ну и также, если кто-то задонатил по ссылке в описании, тоже вам безумерно благодарен и признателен. Ну а сегодня у нас 4 часа в густонаселённом районе доставки из магазинов, потому что в прошлом ролике я ходил по центру города без термокороба, и смысла в этом особо не было, поэтому решил подоставлять товары из магазинов, надеюсь, будут маленькие расстояния, большое количество заказов, в общем, 4 часа посмотрим, сегодня походим, погуляем, опять же, начинаем в автомобиле, но мы пешие курьеры, вот, поэтому приятного просмотра, заваривайте себе чай, вкусный кофеёк, берите вкусняшек и приятного просмотра. Ну а чтобы гарантированно получать кэшбэк за свои покупки в интернете не только, рекомендую оформить дебетовую карту Тинькофф Блэк, 1% со всех покупок, а также до 30% у партнёров вернётся рублями на вашу карту, а не баллами. В этом месяце, к примеру, можно получить кэшбэк 15% за заказы с Яндекс.Маркета, а также 12% за покупку продуктов из ленты, а также многое другое. Оформляй карту по ссылке в описании или в закреплённом комментарии, и помни, сэкономленные деньги — это заработанные деньги. На данный момент моя теория работает, ближайшая подача, 700 метров, и это у нас... Олиготеи. А, это магнит у дома. Ну окей, пойдёмте в магнит, посмотрим, что у нас тут происходит. 7 минут до подачи, им даже 8. Ну тут, в общем, недалеко пройтись. Сейчас пойдём в магнит. Первый заказик на сегодня, 10 минут прошло, кстати, с момента выхода. На смену. Иначе не на смену, а просто на линию. Что же, мы добрались до магнита, время ещё с запасом. Пойдёмте получать заказ. В итоге я получил свой заказ. Идти нам было 22 минуты, я просто ещё в рюкзак упаковывал все товары на 1500 рублей. Самое обидное, что там есть порошок, и он, ну, довольно тяжёлый, 3 килограмма. Но в остальном всё норм. Идти, конечно, не в ту сторону, в которую я хотел. Я думал, всё-таки где-то мы поближе тут остановимся, в каких-то домах ЖК 7 неба. Но нет, идти нам 22 минуты вперёд. Всё, избавились от тяжёлого пакета. И это нам обошлось в 107 рублей. В целом, полчаса на этот заказ и 107 рублей. Решайте сами. Заказов не было, поэтому было принято решение идти опять в 7 небо. Тут опять же пятёрочки, магниты. Но мне кинуло дальнюю подачу с коэффициентом плюс 20. Пятёрочку идти 2 километра 25 минут. Ну, я взял, чтобы не терять активность. Поэтому пойдёмте туда посмотрим, что там будет. Кстати, возможно, даже тут же можно посмотреть, сколько у нас товаров для получения. 8 позиций на 800 рублей. Лук, картошка, морковь. Ну, довольно тяжёлый будет. Ну ладно, ничего страшного. Пойдёмте в пятёрку. Нам идти, ну, долго. Такие автомобили можно встретить, пока гуляешь по Нижнему Новгороду. Но, надеюсь, мы заработаем на такую же. Но нам идти ещё 7 минут и 560 метров. Скоро отойдём до заказика. Выдали два пакетика. Один убрал брюкзак. И второй внёсил в руке, потому что так удобнее идти нам 5 минут. Хорошо, что не 25, иначе было бы совсем печально. Проблема, конечно, таких районов, что нету мест парковочных. То есть все стоят на тротуаре, и тебе приходится ждать, пока проедет машина. И так, наверное, везде. Не вверх. Да, только вверх. И два пакета выглядят вот так. Ну, тяжёленькие, то есть всякие овощи, фрукты. Отдаём и смотрим, сколько заработаем. Доставили посылку. Вручаем. И получаем те же 107 рублей за полчаса. 25 минут. До магазина 5D клиента. Тут, причём, рядом была пятёрочка. Ещё ближе, чем до той, которой я ходил. Но заказ пришёл и стой. В общем, включим тоже на месте. Вообще, получать заказы и посмотрим, будет ли что-нибудь тут. Пока на этой детской площадке сидел. В общем, дофига пятёрочек, дофига магнитов. А мне кидает кулклевер. 15 минут идти. Ну что ж, пойдём. Знаю, тут один обходной маршрут, поэтому дошли до кулклевера аж на 6 минут быстрее. Надеюсь, идти до заказа, точнее, до клиента будет недалеко. О, ребята, получил заказ, и он максимально невыгодный. 26 минут идти пешком. Мы уходим из Мещеры в район Бурнаковку. И это печально. Ладно, хоть пакет убрался мне в рюкзак. Тяжёлый, конечно, но в целом пойдёт. Но нам идти 2,3 километра. 28 минут даёт 26. Ну, думаю, успеем. И посмотрим, сколько за него палочек. Вот такие настоящие каменные джунгли. Тут мы ходили всего по пятиэтажек, девятиэтажек. А тут новостроечки. Прям как в каком-нибудь Кудрово. В Питере. Ну, мы уже подошли. Хотя время ещё в запасе. Тем не менее, прожимаем на месте и идём отдавать заказ. Я был в разных лифтах уже за эти три дня. Но вот такое маленькое зеркало я вижу в первый раз в большом грузовом лифте. А наш пакетик выглядит вот так. Сейчас будем отдавать. Вручаем посылку и получаем 92 рубля. Да, нету, конечно, я не ожидал. Потому что у нас получилось 10 минут до кулк левера. Плюс на 20 минут сюда. Хотя те же полчаса, но из пятёрочки или из магнита было как-то приятнее нести. Но посмотрим. Время уже, кстати, 13.17. Два с половиной часа на линии. Почти три даже уже часа. В общем, подумаю сейчас. Если будут заказы тут, какой-нибудь один возьму. А так будем идти в сторону. Тут недалеко, кстати. Добрался я до автомобиля. И мы имеем 275 рублей, три заказа и три часа потраченного времени. Сегодня откровенно плохо. Возможно, воскресенье. Все, наоборот, хотят выйти на улицу и прогуляться. И сегодня заказы, ну, вы видели сами, какие были. Но мы в пятницу сделали три заказа. В субботу четыре и сегодня три. И спустя 10 заказов у меня уровень бронза на весь октябрь. Конечно, в октябре, я думаю, что я ходить буду намного меньше. Тем более, уже середина месяца. И погода ухудшается. Опять же, я это делаю не за 275 рублей. То есть, не за деньги, а просто для контента, чтобы разбавить немножко канал. И просто прогуляться в последние теплые деньки. Вот такой выпуск получился. Откровенно сказать, по заработку плохой. Но погодка сегодня порадовала. Солнышко тепло. Поэтому прогуляться было одно удовольствие. И пакеты были, я бы не сказал, что тяжелые. Поэтому, надеюсь на вашу поддержку. Лайки, подписки. В следующий ролик, не знаю, когда буду записывать. Погода ухудшается. И я, опять же, делаю это не из-за заработка, а ради контента. Ради вас показать, сколько вообще может заработать. Просто гуляя по городу и выполняя заказы в Яндекс. Доставки. В общем, ссылка в описании. На группу ВКонтакте подписывайтесь. Там много интересного про Алиэкспресс. Также есть ссылка на донат. Кому интересно это, кто хочет поддержать. Ну, с вами был Артем. Всем удачи, всем пока. До скорого. Как-нибудь увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok